Приветствую, дорогие друзья! У нас сегодня праздничная встреча, потому что посвящена юбилея одной из самых славных спортивных обществ Динамо. Николаевскому облсовету исполнилось 85 лет. Конечно, динамоцам больше уже 90, но вот соблюдая традиции с 30-го года, именно николаевские динамоцы были всегда на виду. Это спортивное общество имеет прикладное значение, потому что оно забывается о здоровье, о физических силах и, конечно, делает все для того, чтобы подготовить мастеров высочайшего класса. Поэтому вот такое многопрофильное направление прикладное. И не случайно у нас сегодня гость, это постоянный герой наших программ, Валерий Евгеньевич Барский. Заслужит тренер Украины, первый заместитель, председатель областного совета Динамо, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Украины. Сам бист, действующий на протяжении многих лет, он не только руководил, но и выступал на ТАМе. Валерий Евгеньевич, вот сегодня у нас такой праздничный день, только что отметили юбилей. Вот с чем связана такая стабильность? Потому что в 87-м году все спортивные общества были ликвидированы. Перестройка привела к тому, что не стало ни «Спартака», ни «Авангарда», ни «Украины», ни «Колоса». А Динамо всегда живет и продолжает жить. Чем это связано? Добрый вечер. Ну, я думаю, если мы посмотрим на вообще спортсменов в мире, кто приносит больше медалей в копилку разных стран, то вы обратите внимание, это спортсмены, которые сегодня работают полицейскими, в жандармерии, и не исключение Динамо объединяет в своих рядах правоохранительные органы. Я думаю, эта система, пусть даже и советская, вот не всегда в Советском Союзе все было плохо, та, скажем, офицерская честь не дала возможность разрушить спортивное товариство «Динамо», которое объединяет в своих рядах милицию, службу безопасности Украины, погранвойска, национальную гвардию. То есть это офицеры, это силовой блок нашей страны, которым нужно повышать свой профессиональный уровень на объектах «Динамо». Поэтому, конечно, взаимосвязь с этими правоохранительными органами, их постоянная поддержка, их плечо, оно не дало, данное сотрудничество не дало возможность, и у никого не возникло играм и желания разрушать такое спортивное общество, нужное в нашей стране и нужное в системе правоохранительных органов. Дело в том, что именно это спортивное общество помогает сохранять физические силы, ловкость, подготовку, очень много видов прикладных, это сельба, борьба, ну, в общем, много-многое. И все-таки на счету «Динамо» очень много достижений в самых разных видах. И вот сегодня праздничный день такой юбилейный, давайте вспомним наших суперзвезд, которые вышли на международную арену, олимпийскую, и имеют очень много достижений. Ну, очень приятно, мы буквально в субботу, 31 октября, отмечали наш такой маленький юбилей 85-летия и 91-го годовщину образования физкультурно-спортивного товариства «Динамо». На это мероприятие были приглашены все сегодняшние спортсмены, которые живы, которые находятся на Украину. Вот первый наш олимпиец, это Виктор Константинович Запорожец, который в Мехико, в далеком Мехике, участвовал в Олимпийских играх, занял там пятое место. Это было недавно, в 68-м году. В 68-м году, да, совсем недавно. Также в открытии участвовал уже его воспитанник, серебряный призер чемпионата мира, чемпион Европы, Олег Машкин, Олег Валерьевич Машкин, сегодня это один из администраторов спорта, он занимает пост заместителя, председателя городского спорткомитета. Также участвовал в нашем Москве Инга Бабакова, призер чемпионка мира, призер Олимпийских игр в Атланте. Это все «Динамо»цы. Кстати, Инга Бабакова, подполковник милиции, Олег Машкин, это майор милиции. Валерий Евгеньевич Барский, подполковник милиции. Также участвовали в нашем открытии майор милиции, сегодня еще действующий в Национальной гвардии Сергей Белоученко, он призер Олимпийских игр в Афинах. Кстати, он тоже сейчас вместе с Халязниковым работает в «Двойке» распашной, и мы надеемся, что в Рио-де-Жанейро они тоже примут участие. То есть это третья Олимпиада, Сережа будет. Также на нашем празднике присутствовал первый чемпион мира по гребле на байдарках Иканоя, двукратный чемпион мира Игорь Гайдамака. Это легенда, да. Кстати, тоже майор внутренних войск. Сегодня инструктор спортивной команды Национальной гвардии Илья Кваша, призер Олимпийских игр, неоднократный чемпион, призер мировых первенств. Все эти люди, их тренера, конечно, нужно вспомнить, тоже присутствовали на нашем открытии. К сожалению, Ольга Харлан участвовала во Франции в Кубке мира, ее не было. Но это также представительница «Динамо». К сожалению, она стала второй и третьей в команду и третьей лично во Франции. Но идет подготовка, мы прекрасно понимаем. Оля, дай бог ей, как говорится, я думаю, все-таки она вышла замуж. И, наверное, я думаю, как и своей подружке Елене Харлан, у нее уже забота и о семье, о создании полноценной семьи. Потому что, я думаю, она женщина и, скорее всего, следующая Олимпиада. Ей там же имели было не там, 25 лет. Так точно, 25 лет было, но вот она уже, я с ней беседовал, я так понимаю, что она, дай бог, чтобы она попала и выступила хорошо на этих Олимпийских играх. Ну, а дальше, наверное, у нее будет цель. На этих, это в Рио-де-Женейро, в следующем году. Следующий этап, это будет уже, наверное, у нее такой этап жизни важный для каждой женщины. Я думаю, она станет мамой, как ее подружка по Олимпийским играм в Пекине, с которой она заняла Олимпийское золото. Жизнь идет, жизнь продолжается. И общество «Динамо» вот как бы и сильно тем, что вот есть у нас спортивные споруды сегодня есть, они сохранились, есть у нас офицеры, есть у нас спорт высших достижений, есть у нас детско-юношеский спорт в нашей организации. А чем объяснить, что в последние годы практически без основы, без фундамента, материальной основы остались «Спартак», «Спартовщество Украина», «Колос», ну, немножко лучше управление по образованию и науке. Только ваше имеет стабильность, имеет хорошее базу. Вот об этом. Ну, я уже как бы об этом говорил, что, к сожалению, должно быть внимание со стороны государства, громадским организациям. И сегодня вот я, очень приятная новость, в этом году, в марте месяце, наши спортивные споруды вошли в перлик баз олимпийской подготовки. И уже это основание для того, чтобы государство могло выделять нашу громаду, «Динамо» сегодня, это громадская организация, общественная. Поэтому сегодня уже есть законное основание надавать, есть такое слово, «питрымку» спортивным базам, которые вошли в перлик баз олимпийской подготовки. Вот у нас, мы сегодня горды тем, что у нас сохранилась база на берегу Черного моря в городе Очакове. У нас есть стрелковый тир с 25-метровой, 50-метровой галереей и больше гектара 30 соток. У нас на берегу, на улице Спортивной, 15, водная станция, где сегодня функционируют спортивные залы борьбы, фехтовальный зал бокса, комплексная тренажерная площадка. Мы сегодня поменяли на искусственном поле синтетическое покрытие. База живет с утра до вечера. Мне приятно, что, как бы, я думаю, я не даром ем свой хлеб. – Дело в том, что, в самом деле, вы сейчас приглашаете очень многих заниматься спортом, создаёте условия, но для того, чтобы вырастить таких звёзд, суперзвёзд, в самых разных видах спорта, нужны настоящие талантливые тренеры, наставники. Без них практически будущего не может быть. – С вами полностью согласен. Вы знаете, у нас Николаевский край, я думаю, может быть, даже не благодаря, а вопреки всем вот этим вот, как бы, недофинансированиям, недовремя, вовремя, и, если вы вспомните, начало 80-х, зарплата у тренера 15, если сегодня перейти, 15 долларов. Я помню, в своё время я работал тренером, мне хватало в месячной зарплаты на канистру бензина. И, тем не менее, конечно, такие ведущиеся люди, как Виктор Константинович Запорожец, такие, как Владимир Букало, такие, как Юрий Марченко, которые воспитали, такие, как Татьяна Марьянка. Это, ну, вы знаете, это самородки, это люди талантливые, это люди, ну, такие, как семья Раевских, там, Павел Пришутов, это все люди, которые, Москаленко Владимир Михайлович, Борьба с Амбаджидо, Братья Николаевы, это люди, которые до последней своей, украинское слово, клетинки, клеточки, до последнего корня волос, они преданы спорту. Вот, и они, кроме спорта, больше ничего не умеют, но умеют они это делать на высоком классе, на высоком профессиональном уровне. И сегодня нужно им немножко уделить внимание, послушать их, услышать их. Когда их не слышат, то и мы результата не имеем. Слава Богу, хоть частично, ну, не хоть частично, я думаю, у них людей, которых я назвал, процентов на 50, их просьбы государство удовлетворяет. Удовлетворяют их просьбы наше спортивное общество «Динамо», так как воспитанники этих тренировок, они находятся в спортивных командах, которые объединяют спортивное общество «Динамо». Это спортивные команды службы безопасности Украины, в этой спортивной команде находится Ольга Харлан, спортивная команда внутренних дел, сегодня национальная гвардия, Илья Кваша, Сергей Беловиченко, Антон Халязников, Инга Бабакова, это спортивная команда УВД внутренних дел Николаевской области. То есть сегодня, еще раз мы возвращаемся к началу нашей передачи, что силовые структуры поддерживают высококлассных спортсменов, на этом мы и базируемся, и благодаря этому у нас есть спорт высших достижений. Дело в том, что столько направлений развивает спортивное общество «Динамо» просто удивляется. Это и гребля, это и бокс, это стрельба, это самые разные виды борьбы, и имеют очень много значений прикладные. Вы проводите свою спартакеаду «Динамовской», которая собирает все силовые структуры. А давайте вспомним один момент прикладной, который вам помог в жизни. Лет 15 назад вы, как мастер спорта международного класса, повоевали на Советской. Вот расскажите об этом. Ну, это, как бы, знаете, не проехал мимо. У нас, конечно, немножко раньше это было, лет 12 назад. Значит, дело в том, что проезжая мимо, увидел, когда с девушки, проходящей на Советской, два подонка сорвали золотое украшение, убегали, ну, как бы, не смог проехать мимо, выбежал с машины, задержал одного, вызвал наряд милиции, сдал милицию, он потом, впоследствии, сказал, кто его был сообщник, и вернули золотое украшение, потому что, действительно, в то время в Николаеве очень часто срывали, но у меня, как бы, тоже, я вспомнил, у меня есть жена, там, как бы, невестки, и я, как бы, ну, сестры, я, как бы, знаете, немножко что-то ейкнуло в сердце, думаю, не дай бог бы, на месте этой девушки была бы моя жена, и, как бы, сработал просто инстинкт, вот, я был рядом, не мог пройти мимо, и, как бы... В общем, помог спорт. Дело в том, что отметили юбилей, замечательный, 85 лет. Какое будущее? Потому что основы замечательные, есть тренеры, есть талантливые спортсмены, впереди очень много соревнований. Вот, какое будущее в нашем Динамо? Знаете, к сожалению, вот я уже, получается, мы с вами 15 лет назад первый раз встретились, да, уже 15 лет я работаю в Динамо, и, к сожалению, Николаевская областная организация входит в число четырех организаций, которые не поддерживаются с областного бюджета. Сейчас, вот только последний год, когда нас передали на финансирование, вот те кошты, которые нам, как бы, заложила, был еще Киев, заложен нам передали на областной бюджет, и мы их получили. Была беседа представителя нашего общества, это Гончарова Виталия Васильевича, губернатором, вот, Вадим Мериков пообещал нам в следующий год дополнительно 300 тысяч финансирования на коммунальные платежи, и у нас, сегодня мы работаем для того, чтобы компенсировать коммунальные платежи и дать заработную плату людям, которые содержат наши спортивные споруды. У нас нет большой возможности послать, выделить деньги на соревнования, на учебно-спортивную работу. Надеюсь, вот этот шаг областной администрации к нам на встречу позволит нам больше уделять на учебно-спортивную работу, больше выделять средства на учебно-спортивную, больше содержать и создавать новые спортивные споруды, на которых будут заниматься жители города, области, и я думаю, только в этом, в единстве детско-юношеского спортивного школы, единстве обладминистрации правительных органов и спорта высших достижений перспектива и наша удача. Ну, вы такой спринтерский забег сделали, дело в том, что, правда, Динамо – это сила в движении, и вот Валерий Евгеньевич доказал это своим таким экстрементом, ну, перечислили буквально очень много достижений, поэтому хотелось бы, чтобы будущие вышли с новыми успехами и доказывали, что наша Динамо на передовой, поэтому успехов, удачи и здоровья. Спасибо, я надеюсь, что мы встретимся еще через 15 лет и пообщаемся с вами. Хорошо, все, до встречи, всего хорошего. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok